Думаю, что при любом раскладе люди, которые организовывали этот беспорядок, они добились своей цели, потому что Шустер Студия превратилась в программу «Час суда». И мы полтора часа обсуждаем гранату и пытаемся обвинить Тегнебока, либо отбилить Тегнебока. У нас с Олегом были разные периоды взаимоотношений. В части относительно Ирины Фариона и ее риторики у меня ничего не изменилось, скорее всего, у вас тоже. Поэтому я здесь абсолютно человек честный, ни с кем не заангажированный. Я сегодня видел двух пьяниц, один из них был афроамериканец, один из них шел в футболке Барселоны, второй в футболке Реала. Где они их нашли, я не знаю. Я уверен, что ни один, ни второй никогда не играл ни за Реал, ни за Барселону. Поэтому обозначать людей, которые были в футболках свободы, как свободовцев, достаточно сложно. На сегодняшний день одеть синюю футболку с этим пальцем. Я был с 10 часов утра 31 числа в Мариинском парке. Звал людей туда, пользуясь своей страничкой в соцсети Facebook с вечера и еще в воскресенье. Потому что мне казалось неправильным, что Верховный Совет страны, имеющий 84% недоверия среди населения, пытаются вообще что-то менять в этой стране, даже ЖКХ-тариф, не говоря уже о конституции страны. И я категорический противник заявлений о том, что организовали акцию возле парламента, какие-то деструктивные силы. Люди пришли выразить свое мнение. И я уверен, что правоохранительные органы догадывались, что там будет больше 50 или 150 человек. Сцены действительно было 3, плюс еще привезли этот мусорный иллюстратор. Была договоренность между сценами, что там 10-15 минут общения, одна, вторая, третья. Их обозначали как центральная сцена, сцена Олега Лешко и радикальной партии. И свободовская сцена, возле которой было очень много людей с флагами, подавляющее большинство из которых не вели себя агрессивно, не стояли с флагами. Это было похоже на обычный митинг. Там раза три выходил на сцену Мирошниченко, что говорил, уходил, говорил, уходил. Первая стычка была, когда Гену Друзенко, который стоял на центральной сцене, побили, опять-таки, не свободовца, а люди в футболках свободы. Порвали ему вышиванку. Потому что, вы знаете, что Ирина Фарионов, уж извините, что опять поминаю свою, говорил достаточно долго. И когда попытались ее перебить другой звукоусилищной техникой, люди в футболках свободы, но не свободовца никто удостоверение не показывал, пришли и попытались испортить аппаратуру. И тогда появился, кстати, первый персонаж в белой балаклаве с двумя вырезанными такими глазками. То есть, это была не армейская балаклава, а какой-то непонятный такой подводнический свитер. Меня очень удивляет, что кого-то удивляет в этой стране, которая полтора года воюет, хотя эту войну не назвали войной, что на таком мероприятии появилось боевое оружие или граната. Мы все прекрасно понимаем, что еще с июня прошлого года достаточно большое количество боеприпасов появилось не только в Киеве, а во всех областных центрах, потому что были ротации, люди привозили, уезжали. Волонтерам в прошлом году предлагали, когда волонтер давал блок сигарет или упаковку воды, ребята на блокпостах, где-то в сторону Ямполя, в обмен предлагали либо две гранаты, либо муху. Просто потому, что думали, что это передвижной ларек и очень удивлялись, что за это не надо платить. Оружия в стране много, и вот оно сработало. Но сработало оно очень качественно и грамотно. Все обсуждают гранату и кто виноват, и все забыли, зачем туда собралось столько людей. И я видел огромное количество людей, кстати, Тягнибока с детьми, это правда, и Швайк увидел. И точно так же отношусь к Махницкому, кстати, как ты, брат, абсолютно считаю, что с такими друзьями и враги нужны. Одну секундочку. Мы очень много разговариваем про то, как себя вели нацгвардейцы. И мы не говорим, почему туда собрались люди. Это раз. Мы не говорим о том, что обещали тысячу гривен в день тем, кто находится в АТО. Вместо этого заплатили пять тысяч гривен каждому нацгвардейцу, который защищал не страну, а государство. А вот эти задницы, которые зашли в Верховную Раду и голосовали, не имея на это, как я считаю, моральных прав. Так вот, давайте все-таки оставим следователем Ауакову, хотя он не следователь и не имеет права вклиниться в процесс, возможность обсуждать, кто кидал гранату, кто виноват в смерти, и накажем за это. И не будем как гражданин Яценюк, потому что я считаю, что это у Арсения Петровича глаза не вылезли из очков, когда он требовал пожизненного заключения. Я не считаю, что премьер-министр страны может требовать какого-то заключения, должен заниматься... Я думаю, что если люди выйдут и скажут, что они требуют Яценюку, он реально убежит из страны в женском платье, как это было у Деникина. Так вот, я хочу сказать, давайте все-таки в студии, где находятся политики, а не прокуроры, разговаривать о том, что привело к этому протесту. Как получилось так, что Петр Порошенко, который боролся с олигархами, сумел зайти во временную ширку с олигархами из оппозиционного блока, которых объявлял своими политическими оппонентами, как все вот это случалось, потому что мы за гранатой и дымом вообще ничего не видим.